Тили-тили-тили-тили-тили-ли-ли-ли Смотри, я тебе пересылала ролик один, я его включу. Я немножко была шокирована, когда его слышала. Когда человек злится, это не его состояние. Это матрица навязывает эти аспекты. А вы знаете, что матрица как раз через такие программы злости, агрессивности, ненависти, воинственности, зависти, жадности она влияет и воздействует на человека. Таким образом разрушают психику. А психика — это душа. Таким образом они воруют ваши души и пользуются вашими душами. Остановите этот процесс, друзья мои. Не злитесь, не допускайте зла. Наоборот, отвергайте это, как не ваша программа. Вы — боги на земле. И если внутри у вас появляется какое-то разрушительное состояние, и вы это понимаете как злость, вам нужно это осознать, что да, сейчас внутри меня появилась злость, злостное состояние. Это состояние не мое. Оно не божественное. Оно не истинное. Оно не значимое в моей жизни. Я не допускаю его в свою жизнь. Это не я, думаю, эту злость. Это не я ее проживаю. Это матричная система, навязывающая человеку такие состояния. Человек есть бог. Это тот сосед, это тот человек. Он освещает для всего. Я даже написала, вы вообще психолог? Вот такой вынос ответственности. Такой вынос ответственности и бред. Бред севой кобылы. Человек, да, человек уловил, услышал где-то, что он бог, ему хочется быть богом, а дальше он не знает, как работать с эмоциями. Если же ты бог, то ты же все должна. Возьми ответственность. Возьми ответственность. Как? А она говорит, если в тебе зло, это заселенец. Это матрица. Это матрица. Это они пользуются твоим ресурсом, твоей душой. Это она, смотри, она как вирус разносит что? То же самое, что было просто в другой подаче. В другой подаче. Она заменяет злость на страх, а страх разрушает тело еще быстрее. Она все равно продолжает нести вынос ответственности. Виноваты соседи, виноваты дяди, тети, доктора, кто угодно. Но не сам человек. Злость прилетела к нему. Это матрица виновата, да. И при этом тогда можно выносить ответственность, тогда можно быть свиньей неблагодарной, и тогда можно играть в игру. И инопланетяне, и выносенный бог, и матрица, и все, кто угодно. И все это... И это все вирусные программы. Да, вирус. И все это об искажении, это все не об искренности. Это конкретная ложь. Разносчики лжи. Разносчики лжи. И ложь, и посеянный страх. Ведь что такое посеянный страх? Соедини страх со злостью. Вот тебе паническая атака. И ты будешь вечно ходить к психологу, вечно башлять. А если тебя еще грузануть в регресс, чтобы ты сходил и увидел, что виноваты родители. Это ж они тебе чего-то недодали. Или предки. Они были бедными и казненными. Ты же владеешь собой. Да. А ты придурочек. Ты баран. Ты баран, и поэтому ты будешь болеть и ходить всем башлять. И поэтому что? И поэтому этот баран, он продолжает спать, ему не надо ничего делать. За него все делается. За него решается все. И если он злой, то это матрица виновата. А если он добрый, то это в нем Бог проснулся. Это безумие. Это мир мертвецов. Понимаешь? Мир зомби. Мир зомби. Конкретно это мир безумия. Я когда вот на эти вещи смотрю, и как человек вырывает информацию из контекста, и в силу того, что у него просто не хватает извилин, взять целиком и взять ответственность, здесь нету реально даже допуска мыслей, что ты создаешь свою объективную реальность. Что у тебя есть свой мир, в котором ты живешь. И он может стыковаться с чьим-то миром, а может не стыковаться. Если он не стыкуется, ты никогда с этим человеком не пересечешься. Ты попробуй стыковаться с Аркфеллером или с Илоном Маском, или еще с кем-то. Вот при таком вот мышлении. Да никогда в жизни. А, кстати, не факт, что если даже ты... Ну да, при таком понятно. Даже если вообще... Я сейчас перепрыгну просто. Не факт то, что когда ты... Если для тебя Аркфеллер авторитет, там, или Илон Маск авторитет, это не факт, что ты, если встретишься даже с ним, ну, волей судеб, да, скажем, матрица соединила. Не факт, что, слушая, ты не разочаруешься внезапно. Понимаешь? Не факт. Вполне веро... Даже вполне вероятно... И скажешь, он инопланетянин. Да. Он с другой планетой. Он же говорит про ответственность. А где же тут? Он же не избранный, оказывается. Избранного другого будем искать. Возможно даже, что и там ответственности нет. Все может абсолютно. И не то, что может, а вообще... Ну, ты же понимаешь, что игры запускают одни люди, а играют другие люди. Однозначно. Это я просто знаю. Игру запускает одно сознание, и разница между запуском игры и проигрыванием игры 40-50 лет в среднем. Вот даже такой банальный пример я сейчас приведу. Вот мы с тобой обсуждали это. Выноси ответственность. Выноси ответственность. Это благодаря выносу ответственности. Как едет окно Овертона? Обсуждали, да. Как едет окно Овертона? Просто это психотехника, описанная в книге «Управление восприятием». Она полностью разложена. Еще там в середине 80-х. Или конец 80-х. Американец вбрасывает слово «инфо-цыгане». Он просто вбрасывает слово в своем произведении, называя хакеров таким образом. Почему «цыгане»? Ну, для американцев слово «цыгане» не такое значимое. Либо же уже были варианты создания игр на эту тему. Игр с гипнозом. Как раз тогда гипноз уже развивался. И эриксоновский гипноз тогда, и цыганский гипноз, в принципе, такие прямые конкуренты. Уже информация была вкинута. Потом она оживилась во время суда у «Парабеллума». И потом уже в современности за это слово цепляется одна известная особа, когда делает свой фильм и разносит инфо-цыганку, которую недавно заточили под стражу. И уже слово «инфо-цыгане» начинает активно мусолиться. Оно уже звучит и в «Камеди Клаве». Все, окно Вертона поехало. Игра поехала. Теперь мы уже будем дальше бороться с инфо-цыганами, а потом мы придем к инфо-цыганам и так далее. Но подождите, слово «инфо-цыгане» есть слово «цыгане». Цыгане – это народ. Это целый народ, который сейчас в подсознании мгновенно стал мошенниками, обманщиками. Весь народ сразу. Как клеймо. И заметь, никто не говорит о том, что, ребята, вы посеяли межнациональную рознь, вы целый народ сейчас, как в свое время татар, как в свое время евреев, как в свое время, вы сейчас, цыган, сделали такими людьми. Только потому, что там была закинута информация, потом она была подхвачена еще разочек окошком, и сейчас она въехала под эгидой денег на жадности одного талантливого или не совсем человека. Но этот же человек тоже не свои мысли отражал. Была запущена акция, но эта акция в дальнейшем разворачивается уже в этнический конфликт. Но сейчас об этническом конфликте никто не говорит. Да ну, как вы можете такие вещи соединять? Ну, ребята, ну, посмотрите, как едет окно Вертона. А откуда оно едет? Оно едет из США. Изначально оно оттуда поехало. И сейчас эти события человек в одну ленту не свяжет. У него извилин не хватит связать. И сейчас у него не хватит извилин сказать стоп этому. Вы целый народ выносите в мошенники одним словом. И запретить это слово на территории, дабы не позорить этот народ. А ведь этот народ талантливый. Я сама знакома с цыганами, с семьей Алексея Рома, с его женой Тамарой. Офигенные цыгане, образованные артисты. Гордость, гордость Беларуси. И почему, какое право ты имеешь засовывать этот народ в мошенники? И никто на это не реагирует. Пройдет еще 10 лет, будут еще какие-то проблемы этнического характера, и все, уже цыган можно выселять. Можно по Бессарабии гнать. На них уже ответственность вынесена. Вынесена. Все, и они в какой-то ситуации окажутся крайними и станут виноваты. Да, вот это нейропрограммирование, и окно верту, оно работает. Это уже об уничтожении конкретно. Да, но это запущено в 80-е из США. Но это подхвачено определенным контингентом лиц на территории России. Благо, Беларусь сейчас в этом плане имеет какую-то разумность. Может быть, это временное перемирие, может быть, все-таки здесь люди осознают немножко и понимают, насколько вот такие вещи, они критические. Это психика, и так играть с народами нельзя. Но мы видим это на лицо, видим, можем наблюдать. Вот оно, раскладка идет. Вот вам психотехники, и потом вы не говорите, что это все случайно произошло. А потом погромы, бунты и так далее, это все случайно. 10 лет, и вот тебе будет случайно. Но окно вертона в среднем едет 50 лет. Поэтому точно так же и с инфодайингом, об инфодайвинге сейчас. Вот слово появилось. Появилось слово, да. И даже тот факт, что можно ускорить процесс, когда инфодайвинг будет приходить к людям и будить человека. Но для этого надо, чтобы слово звучало. А для этого нужно что? Осознать благодарность. Да. Для этого надо, человек не осознает благодарность. То есть, что заключается в благодарности? Какой смысл, какая суть? Это то, что тебе дало это направление, которое ты услышал, коснулся и начал изучать при этом, да. Ты сам начал изучать. То есть, почувствуй, благодарность вот к этому дала. Или же ты почувствовал здесь силу, но ты ее присвоил себе. Это я такой хитрый и умный. И я это, я здесь взял эти знания, да, я их научился. Но я сейчас, я понесу это, я буду говорить, что это я. Я буду говорить, разносить. И все, благодарности нет, а значит, и сути нет. На самом деле, человек не осознал ту суть, которую несет инфодавинг. Искренность. Чистоту. Не осознал. Не осознал вот эту глубину. И поэтому здесь и нет благодарности. Нет. есть эго, которое кричит, это я, это я. И название свое. Смотри, как много сейчас психологов наговорит о нашей. Наши речи. Даже наши ученики есть, которые вот просто выступают, говорят, пересказывают наши курсы. Да, говорят, да. Пересказывают полностью. Но при этом слово инфодавинг не звучит нигде. А нигде. Своя школа. Да, своя школа. Потому что не осознается благодарность. Вообще на ноль. Не осознается и считается должным. Должно было быть. А теперь это мое. А я, ну, нормально. Я же поучился там. Я взял оттуда. А где было? А где суть? Где словлена суть? Все, ты в искажении. Ты обманул сам себя. Естественно, что будет? Неудачи. Болезни. И ничего в жизни не будет получаться. Потому что нет искренности. Потому что вранье. И это, на самом деле, это ж, ну, на нас это влияет. Каким образом? Мы же в зеркало видим. Это влияет тем, что слово инфодайинг будет всплывать уже в отмывании там через 10 лет. То есть все искажения все равно уберутся. Потом еще через 10 получат распространение. Потом, потом, потом. В общем, лет через 50 дойдет, о чем это было. И тогда вот и поговорим о том... А к тому времени уже не будет видео. А уже не будет, да. А книги будут, основная часть закрыта. И тогда поговорим, хочет ли человек искренним быть, на самом деле. Хочет ли счастливым. И тогда из-за этого можно делать религию. Но это будут делать совсем другие лица, которые сейчас ни хрена не соображают. Потому что человеку нравится ложь. И тогда это будет снова циклическая ошибка. Вот так начиналось христианство, так начиналось мусульманство, так любое направление возьми. И у человека сейчас нету идеи, поэтому он ищет, за что зацепиться. И к себе прийти не может. И поэтому ищет, на чем солгать, чтобы заработать денег. Конкретно морковка для осла. Конкретно обман, ложь и эго. Все. Эго, раздутое, пустое эго. То есть программа. Человек-программа, робот. У него нет чувства. У него нет чувства. Чувство, первичное чувство, это чувство благодарности себе. Себе. А его нет. Потому что он себя же обманывает. Он убеждает себя. Ну как, я же все честно, все как положено. Я курсы купил. Я тут все услышал, да. А дальше понес как свое. Кого мы обманули? Если ты услышал себя здесь, то ты же тогда, и если ты искренне, ты осознаешь, это так же, смотри, это так же, как осознать благодарность родителям. Точно так же. А знаешь, а ребенок так вырос, потом кричит, это и добился чего-то в жизни, допустим. Это я. Это я такой молодец. А они мне ничего не дали. Родители ничего не дали. Ой, и начинает там, они там ничего. Это благодарности нет. А если ничего не добился в жизни, он что говорит? Это виноваты они, родители. Это они мне не дали. Везде, понимаешь, вот этот вынос. А все почему? Потому что нет благодарности. Нет внутри жизни. Есть робот, сразу дутым эго. Автоматизм. Ну видишь, мы к этому же самому пришли. И вот сейчас, когда мы людей учим создавать, учим брать ответственность, учим быть самими собой, искренними, настоящими. Смотри, сколько времени вообще занял путь, чтобы разрисовать, осознать, что такое разум, какой он, как работает, где автоматизм работает, на чем включается, что такое благодарность, каких типов благодарность бывает. она тоже бывает разных типов. Видишь, вот эти вот штуки, но их же даже нет в психологии на сегодняшний день. В психологии вообще много чего нет. В психологии, да. В психологии есть. Она запутана, перепутана. Ложь. Ложь. Там настолько искажено, как религия. Один в один. Вынос ответственности. И я не знаю, вот для человека должно быть маячком. Как только из тебя понесли ответственность, неважно на кого, на инопланетянина, еще на кого-то. Как угодно. Вот следующая религия, да, следующая религия такая, она должна быть инопланетной. Инопланетная. Это 100%. То есть, это просто идеальная сказка, которая уже запущена к Новертона. Оно уже давно запущено. Оно уже есть под прикрытием. Кстати, тоже запущено из США. Точно так же для овнов оно будет ехать. Вот этих вот инопланетян можно показать голограммами. Деньги можно вложить под предлогом исследования космического пространства и так далее. А потом вы нас там, никто инопланетян не видел, но мы им верим, мы на них молимся, мы выделяем деньги, мы их боимся. Они могут наказать. Мы их прививаемся. Я никак долго не могла понять, как, почему вижу с разных позиций, с разных инопланетяне втекают, с разных уровней. То есть, несут эти слова там и типа и в борьбе там плохие, там американцы, они там запустили, что, а, скрыли от нас, что инопланетяне на самом деле есть. Там разные, да, эти. А когда ты в суть вошел, ты понимаешь, что новая религия, например, это так четко. И мало того, тебе надо, бац, тебя покажут, даже голограммочку будет идти. Через фильмы уже закреплено, этот страх закреплен через фильмы, ужастики. Все, смотришь в окошко и пошел на понятие. Смотри, как сделать надстройку надрелигиозную для того, чтобы управлять овнами. Вот есть католицизм, он же не откажется от своих адептов, нет. Есть православие, есть там протестанты, есть мусульмания, есть буддисты, есть, есть, они уже есть в своих религиях, в своих концепциях. Как над ними поставить шапочку? Над ними надо поставить одну, единую, общую шапочку, вот инопланетная шапочка идеально накрывает всех сверху, точно так же, как идеально накрыла ВОЗ, всех по здоровью, со всеми прививочками, протоколами и так далее. Точно так же, по такому, и опять-таки, это с американского континента, полностью управление оттуда. Земной шарик все, перекрыла ВОЗ, теперь земной шарик перекрывают инопланетяне, тоже из Америки. Причем, под инопланетную концепцию очень классно производить, продавать оружие, производить, продавать наркотики, производить, продавать лекарства, производить, продавать приливки и проводить эксперименты с мозгом. Легко. Это инопланетяне делают. Да, это инопланетяне. Уже в лаборатории есть. вот, вот, все. То есть, ну, настолько все очевидно. И тогда, и в этой вот шапочке, да, инопланетной, очень хорошо находится место, продолжает существовать религия. Мы спасаем вас. От инопланетян. Да, от инопланетян. Понимаешь, все. И все уживаются. Прикинь, как ловко, цепко, 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 ловко, охват земного шарика. А все где рождается? А ведь это все на жадности. Это все циклическая ошибка. На лжи. На лжи. Это все на лжи. Конечно. Конечно. Цель – деньги. Да, да. Вот оно. И человек сам в своих сетях попадает. И причем на тот свет их с собой не заберешь. Понимаешь? И вот, казалось бы, ну, ты же умный человек. Ты должен понимать, что ты с собой все не заберешь. И семь сердец тебе не поможет. И ни хрена. И ни хрена. Просто нету фантазии создать что-то другое, потому что идет просто копирование, компилирование. А для создания чего-то другого, новой игры, надо расширение. Без расширения не будет движения. Не будет. Будет циклическая ошибка. И пока ты сжимаешь… Тогда расширение интересно. А смотри, да. А пока ты сжимаешь, будет уничтожение, да? Да. А тут только расширение. А ведь взять, если вот эти волос и то, что сейчас новая инопланетяне религия, это же все о сжатии, о уменьшении, о спря... То есть все. Расширение – это… Да, да, да. Искренность – это свобода. Когда ты говоришь об искренности, 99% слушателей не понимают, что это такое. Да. А когда ты говоришь о благодарности, 99% считают, что они умеют говорить спасибо. Они не осознают, что их спасибо – они не понимают, что благодарность – это чувство. Да. И это чувство в отношении себя. Да. Не в отношении кого-то. Да. И попытаться это дело донести словами, когда человек не умеет чувствовать. Нет. Мир зомби. Мир сна. Зомби-апокалипсис. Чистом виде. Причем мир сна, который давно-давно спит, и поэтому это уже зомби. Да. Это уже ходячие мертвецы. Потому что много раз проигрывается одна и та же циклическая ошибка. Много раз одна ошибка сменяет другую. Одна цивилизация сменяет другую, но все идут в одной и той же ошибке. Нету расширения. Дошли до своего потолка и все под плитой. Из могилки подняться не могут проснуться, не могут. Все. Не могут. Это перезагрузка. Для того, чтобы выйти... И поэтому, насколько важно сейчас в этот момент распространять идею инфодайинга, чистоты, искренности, благодарности, быть самим собой, проявляться самому, осознавать, что ты делаешь, осознавать шаг за шагом вот эти моменты, как, что происходит. Чтобы не 50 лет прошло, а чтобы вот оно, сейчас год. И это же мгновенно. Вообще даже этот день может быть. Как только человек ведь на самом деле то, чем мы с тобой вот сейчас вообще уже 5 лет занимаемся, да, и к чему мы пришли, у нас же столько людей, которые, которые с нами эти 5 лет, да, и на самом деле это даже... это сила невероятная. И это для этой силы достаточно одного дня, чтобы весь мир... Сегодняшний. Да. Чтобы весь мир ожил, просто ожил, прикинь, чтобы зомби встал, проснулся и стал человеком. Ну, может встать максимум треть. еще треть зашевелится, а остальное должно остаться. Потому что 3, да, Так если треть проснулась и увидела себя живого, взяла ответственность живого, стала искренней, все, все остальные подтягиваются. с паровозом. Да. Интересную тему мы начали 5 лет назад. Невероятно. Когда мы ее начинали, мы не осознавали, что она будет такой. И к чему мы придем. А когда сейчас ты смотришь на любое событие и видишь его как на ладони, и ты осознаешь, к чему и как двигается окно Вертона, то есть момент задуматься. И осознаешь, вернее, даже не то, что осознаешь, и видишь выход. И видишь выход. Знаешь его, этот выход. Да. И тогда какая благодарность, что ты живешь здесь. Что ты можешь работать здесь. И что... И что это Белая Русь. Что Белая Русь, что отсюда свет идет. Вот оно. Вот оно, откуда все начинается. Просыпается тогда невероятная благодарность себе. Это как чистота, которая в тебе. Просто... Я вот сейчас произнесла и осознаю вдруг вообще невероятную глубину благодарности. и здесь столько спрятано смысла. Спрятано сказать. Нет, это все чувства. То есть слово благодарность, оно состоит из чувств. оно прямо пропитано чувствами. Сейчас скажу такую штуку, которую прямо сейчас осознаю, вижу и глубоко-глубоко чувствую. Благодарность это как губка, которая впитала все-все чувства. в ней все-все-все. Как знаешь, знания, которые... которые... в котором все-все-все знания жизни. И если ты осознаешь благодарность, вот именно искренне осознаешь, то это... и начинается жизнь. Это все чувства просыпаются. Все-все-все чувства просыпаются. Когда есть благодарность, не нужна боль. Да. Потому что запуск боли всегда идет там, где нету чувства благодарности. Чтобы разбудить чувства отсутствующие, нужна боль. Нужна боль. Да. Мы на боль меняем любовь, мы на боль меняем вообще набор чувств. Но чаще всего любовь на боль меняем. А на самом деле вот эта замена идет на неблагодарность. Да. Свободи. А скажи человеку любовь это свобода. И что это я сразу знаешь сразу другие мысли. Я не принадлежу этому человеку. Все. Ты принадлежишь сам себе. Сам себе. Если ты не осознаешь свободы в любви все ты уже во лжи. Да. Для себя во лжи. Если человек говорит я голодный и поэтому злой все тебя нет. Ты неискренен. Если человек говорит ну там злой потому что секса не хватает. Все. Тебя нет. Нет искренности. Есть игра. Вынос ответственности. На секс. На еду. На что хочешь. Какая разница на что. Вот эта вот дама с которой мы начали она вынесла ответственность на матрицу. Тоже кстати сейчас классная концепция. Тоже запущена из США. Тоже запущена еще и фильмами поддержанная. Смотри как разогрев идет информацией. То есть подтанцовка сперва вбрасывается информация. Потом разогрев идет через что? Через фильмы. Через какие-то вкрапления. Надо же пропитать как гребницей. Да. Вот эта киноиндустрия на самом деле здесь играет очень большую роль. Вот это разогрев аудитории. А потом на этом разогреве можно уже собирать плоды. А плоды собираются уже через религиозные объединения. Все. И какая разница будет религия проповедовать матрицу или она будет проповедовать что-то еще. Кстати в США нету своей нормальной религии. В смысле нормальной такой же грандиозной христианства и так далее. Все вроде соединило но всего по чуть-чуть. Ну мормоны их собственные. Но там даже идея придурковатая. Вот все какое-то такое дешевое. А вот идея инопланетян для них просто грандиозная религия которая просто вкатится. И она сейчас накрывается. Ну ровно так же как и матрица. Может с матрицы зайти. А если соединить матрицу с инопланетянами так это для этого все сделано. Это вот оно. То это вообще можно и косых и хромых. Так это же есть так. Это и подготовлено. Всех под одну ребенку. А что ты думаешь сейчас дети играют в игрушки? Да не дети. Взрослые мужики, женщины играют в компьютерные игрушки. Сидят там днями прозябают. А ведь это тоже точно такая же грибница. Это же матрица, это эти же инопланетянчики это эти же прививочки, таблеточки, лекарточки, которые уже пропитали весь наш организм. И есть зависимость. У нас уже зависимость от лекарств, от прививочек. Все. То есть полностью игра. И что может только остановить? Человеческий разум, когда он просыпается, труп просыпается и понимает, блин, действительно, это же все моя жизнь, что я творю? А что я как в зомби, как в гипнозе? Мой ребенок сидит в стрелялках и пропадает там днями. То есть понимаешь, я сижу показывать. Надо показать. чтобы даже те же фильмы, которые мы смотрим, научись разбирать, какие ты хочешь фильмы смотреть. То есть мне интересно это действительно, да? А это нет. Это так же как с сексом. Мне надо секс, чтобы от меня не убежал, не ушел, да? А то, что я этого хочу. Все от себя. Даже если фильм посмотреть, то я этот фильм хочу посмотреть, потому что мне интересно вот сейчас посмотреть его, от этого мне внутри, ну, я могу где-то там расслабиться, где-то, да? Человек же так и говорит, мне расслабиться. А в этот момент, когда расслабиться, ты садишься просто, да? А тебе там бум-бум-бум добрасывается в голову всякой ерунды. И такой расслабленный пошел, расслабленный. Да? Выбирай, умей выбирать. Так же и учи своего ребенка выбирать. Да? настолько очевидно, настолько вот просто. А все в ответственности. Все связано с ответственностью. Да. Все про это. При этом надо создать. Надо создать другую игру, где ты будешь отражаться в глазах богов. Реально богов. Вот он фокус. Вот он фокус. И этот фокус пришло время. До конца осознать и проделать. Для этого надо расширение. Для этого надо опять-таки следующий сделать шаг к себе в осознании. В осознании того, что ты полностью создаешь объективную реальность. Полностью. Вопрос, во что играть будем, товарищи. Ключевой вопрос. Создание новой игры. Потому что если ты не создаешь новой, то уже будет инопланетная, матричная, еще какая-то циклическая ошибка на выносе ответственности. Ну, проходили это уже столько раз. Неинтересно. А вот что интересно, вот тут надо разобраться до конца. У нас с тобой еще непаханное поле на самом деле. Все только начинается. Все только начинается. Мы подошли к самому вкусному. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok